40 погибших в Сирии граждан Кыргызстана. Как отметил глава ГКНБ Бусурман Култабалдиев, профессиональное зомбирование населения осуществляется и через интернет. По факту терроризма возбуждены уголовные дела в отношении девятерых кыргызстанцев и девятерых иностранных граждан. А по статье «Наемничество» задержаны двое жителей Джалабада, прошедших подготовку в одном из террористических подразделений Сирии. «Международные террористические организации продолжают вербовку и переправку кыргызстанских рекрутов в ближневосточную зону военных конфликтов. Так, по имеющимся данным, в настоящее время в Сирии пребывает 350 кыргызстанцев, из них уже убито 40 человек». Затем говорят о криминалитете, о том, как свободно ведут себя те, кто с ним сросятся, и как люди в погонах помогают им или и вовсе сами выступают в этой роли. Это надо искоренять, отметил Сариев, при скоординированности всех силовых структур. «Зачастую некоторые правоохранители сами подменяют криминалитет, предлагая свои услуги по крышеванию бизнеса. Не искоренены факты необоснованных проверок субъектов предпринимательства, в том числе и со стороны неуполномоченных на то органов. По сути, вместо того, чтобы бороться с реальной преступностью, сотрудники правоохранительных органов продолжают давить на бизнес». Впрочем, Генпрокуратура подтверждает слова Сариева. Только с начала этого года к уголовной ответственности привлечено 47 милиционеров. Прокуратурой расследуются десятки уголовных дел в отношении силовиков, переступивших закон. «Выявлено и постановлено на учет 371 ранее укрытое преступление. Из них 359 преступлений укрыто путем незаконного отказа возбуждения уголовного дела. В 2014 году было внесено 998 представлений и возбуждено 425 дисциплинарных производств». Нелицеприятным и лишь подтверждающим статистику стал случай и с этим сотрудником. Между тем, министр внутренних дел посетовал на нехватку сотрудников. «В регионах на одного следователя приходится 4700 человек. Сейчас необходимо 395 новых штатных мест». А глава государственной службы по контролю наркотиков поставил вопрос ребром – уволить трех своих заместителей, которые, по его словам, работают слабо, или сменить его самого. «Если я виноват, я готов отдать эту должность и уйти». «Сегодня же издать приказ, создать группу, проверить те факты, которые сейчас излагают». Темир Сариев подчеркнул, что органы правопорядка – это не карательный инструмент государства, а механизм оказания социальных услуг в сфере обеспечения безопасности граждан. И этот механизм должен стать эффективным.